Дайджест недвижимости Ранее Кировстат сообщал, что более 70% введенных домов приходится на долю Кирова. За первые полугодия в областном центре было сдано 144,5 тысячи квадратных метров. За пределами Кирова наиболее активно строили в Даровском и Налинском районах и Кирово-Чепецке. Существенное сокращение объемов строительства жилья зафиксировано в Подосиновском и Верхошежемском районах, а также в городе Слободском, уточняют бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости Почти 350 домов в Кирове до сих пор остаются без горячей воды. В настоящее время на магистральных сетях выявлено порядка 250 дефектов, из-за которых от горячего водоснабжения отключены 5 учреждений здравоохранения, 13 детсадов и 348 жилых дома. Пишет портал АйКиров.ру со ссылкой на данные кировского филиала Т-Плюс. По словам руководителя филиала Сергея Береснева, во время испытаний на теплосетях в этом году выявлено на 500 дефектов больше, чем в прошлом. Соответственно, увеличился и объем работ для ресурсоснабжающей организации. На сегодня переложено свыше 13 километров сетей. По итогам года эта цифра приблизится к 20 километрам. Полностью подготовить город к отопительному сезону должны к середине сентября. Дайджест недвижимости. Названы города России, в которых власти будут развивать арендное жилье. Список представило агентство ипотечного жилищного кредитования. В него вошли 14 регионов страны. В основном это города-миллионники. Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск и Омск. Реализацией проекта занимается ИЖК. Под арендные дома отбираются объекты, которые можно полностью либо частично приспособить для нужд арендаторов. В квартирах должна быть выполнена качественная отделка. Предполагалось, что аренда квартир в таких домах будет стоить дешевле рынка. Но пока ситуация обратная. В первом доходном доме, жилом комплексе «Лайнер» в Москве, стоимость 25-метровой студии начинается от 39 тысяч рублей в месяц. При желании в столице возможно найти квартиру менее чем за 30 тысяч рублей. В счетной палате УНФ и Госдуме уже осудили агентство за инвестиции в дорогое арендное жилье вместо доступного. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.